Здравствуйте! Это «Хлебный край» программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. Агрария Петропавловского района и кормоуборочные комбайны. Техническое перевооружение отрасли в последнее десятилетие в крае идет неослабевающими темпами. Так, по оперативным данным, за три квартала этого года алтайские земледельцы потратили на эти цели около 13,5 млрд рублей. Сумма почти в два раза больше прошлогодней на тот же период. Такого еще не было в аграрной истории нашего региона. Обновление сельхозмашин решает самую главную задачу земледельцев – повышение производительности. Разумеется, она складывается из нескольких базовых моментов, в числе которых создание комфортных условий труда для работников, оптимизация производственных затрат. В этом году средняя урожайность течения уборки находилась в пределах 16-18 центнеров с гектара. Показатель для нашего региона практически рекордный. Благодаря каким факторам алтайские крестьяне смогли достичь такой планки? Поговорим об этом с экспертом. Сегодня у нас в студии профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий Алтайского государственного аграрного университета Владимир Беляев. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, вот с учетом той урожайности, которую сегодня уже как-то официально объявили, как Вы считаете, насколько это закономерный результат? На самом деле буквально на днях состоялось заседание экспертного совета при Министерстве сельского хозяйства нашего Алтайского края. Было официально озвучено, что мы получили второй урожай фактически в истории Алтайского края после 1972 года. Эта урожайность действительно достаточно высока. И такими темпами пока мы не развивались, если смотреть немножко в историю. Почему закономерно или незакономерно? Ну, здесь несколько факторов, которые повлияли на самом деле на формирование урожая и привели к такому результату. Первое, ну, если вернуться к аномально засушливым годам, таким как 2012 год, если Вы помните, мы получили всего 7,5 центера с гектара в Алтайском крае. И сравнить 2020 год. Год был тоже достаточно такой же засушливый по количеству осадков, температурному режиму, близкий к 2012 году. Но в этот год мы получили уже 12,5 центеров с гектара. То есть практически на 5 центеров выше. То есть фактически за эти 7-8 лет, которые прошли после засушливого года, с одной стороны, погодные условия неплохо работали на наш Алтайский край. У нас выпадало несколько больше осадков за вегетацию, соответственно, и годовых осадков. Температурный режим где-то способствовал нам сегодня получению более высоких урожаев. Соответственно, потенциал в этом случае у нас был выше. Мы научились сегодня работать с семенами, научились работать сегодня с другими агроприемами, с подбором сортов, подбором, собственно говоря, удобрений, средств защиты растений. То есть комплексы технологий стали более совершенны. И, конечно, это сегодня приносит свои результаты. Во многом мы сократили сегодня площадь зерновых, вернее, не зерновых культур, а той же яровой пшеницы. Это позволило нам обеспечить более оптимальное очередование сельскохозяйственных культур. Обеспечили подбор сельскохозяйственных культур с учетом принципа зональности. Положительным моментом последних лет очень четко прослеживается динамика увеличения применения минеральных удобрений. Сегодня мы видим, что эти объемы в последние годы очень существенно возросли. Если в последний год мы уже вышли на уровень где-то порядка 160 тысяч тонн, если сравнивать несколько лет назад, когда мы применяли совсем 30, 40, 50, 60 тысяч тонн в год, это кратное увеличение объема. Мало того, на следующий год даже запланировано сегодня, по данным Минсельхоза, свыше 220 тысяч тонн удобрений. Появились технические возможности уже на базе предприятий нашего аграрного машиностроения сегодня, которое производит те же ликвилайзеры, вносить эти удобрения в почву, и фермеры, коллективные хозяйства охотно приобретают такие агрегаты. Раньше были только зарубежные аналоги, и они были в разы дороже, чем отечественного нашего производства. Второй момент. Появилась возможность внесения этих удобрений на любом посевном комплексе, с применением сменных емкостей для жидких удобрений, которые при посеве могут или позволяют носить как гранулированные удобрения, так и семена в почву, и приносить жидкие минеральные удобрения. Вот эта конфигурация, она сегодня получает широкое развитие в хозяйствах, ну а в сочетании с хорошей защитой растений, конечно же, это приводит желаемому результату. Сегодня уже целый ряд хозяйств перешагнули рубеж 50 центеров с гектара. Это раньше бы, наверное, казалось бы, недостижимый уровень урожайности в среднем по хозяйству, там получать 50 с лишним центов, но последние целый ряд лет ряд хозяйств устойчиво эту планку преодолевают. Владимир Иванович, вот если сравнивать по Сибирскому федеральному округу, то Алтай, именуясь житницей Сибири, долгое время отставал по урожайности от своих соседей. Красноярска, Омска, Томска. Какие факторы сдерживали наш край по росту урожайности, на Ваш взгляд? Я уже, наверное, несколько назвал. В основном это два тех фактора, которые оказали влияние на прорыв в урожайностях, ну, например, Красноярского края и Томской области. Первое, это то, что, во-первых, наиболее благоприятные агроклиматические условия, и вот когда мы провели такой анализ соотношения осадков и температур по регионам Сибирского федерального округа, это одни из низких показателей в Алтайском крае и соседней нашей Омской, ну, и близкие к Новосибирской области. Конечно же, томичи и красноярцы выиграют где-то в 1,3-1,4 раза. То есть изначально потенциал почвенного подородия у них почти в 1,5 раза выше, чем в Алтайском крае. Это первый момент. Второй момент, надо сказать, что там посевных площадей по объемам, конечно, значительно меньше, что в Томской области, что в Красноярском крае по сравнению с Алтайским. И, соответственно, они перешли раньше на уровень интенсификации технологий, когда начали вносить большее количество удобрений на каждый гектар, и, соответственно, они сегодня получают достаточно неплохие урожаи, даже вот в тех агроклиматических условиях, пусть даже иногда неблагоприятных. А в их благоприятных условиях это позволяет сделать решающий прорыв. И сегодня они уже давно перешагнули рубеж 20 центеров, хотя наши соседи, вот Амичи и Новосибирцы в близких условиях с нами находятся и по уровню потенциала. Но у нас недостаток, что у нас все-таки огромные посевные площади, и интенсифицировать производство на таких больших площадях требует больших финансов. В финансовых затратах, в удобрения, средства защиты прежде всего. Ну и в технику, конечно. Насколько сегодня сельхозтоваропроизводители осознанно начали подбирать технику для своих полей? Вот как эта новая техника увязана с технологиями, которые выбирает хозяйство? Сегодня здесь тоже секретов нет больших. У нас, если раньше во многом хаотично приобреталась техника, когда только на рынок наш хлынула техника из многих мировых стран, из той же Канады, Америки, даже Австралии, Европы. И на самом деле растерялись все, и крестьяне, и мы ученые, в общем-то, первоначально. Техники огромное количество различных модификаций, моделей и так далее. То сегодня мы это все систематизируем за целый ряд последних лет. Разработали понятную и прозрачную систему машин, которая позволяет оценить, по каким технологиям, с какой техникой лучше работать в западно-колундинской, восточно-колундинской и по мере продвижения на восток в разных зонах Алтайского края. Это, конечно же, позволяет им более осознанно считать правильный выбор, потому что были случаи неоднократно, когда техника подбиралась не в соответствии с теми агроклиматическими условиями и той технологией, которая применяется в хозяйстве. Поэтому этот период тоже прошли. Сегодня большинство хозяйств, конечно, смотрят еще на соседей, на передовые хозяйства, как работает там техника, какие результаты она показывает и во многом ориентируются на них. Потому что одно дело съездить посмотреть в Канаде или Бразилии, где где-то работает техника, а другое дело посмотреть у соседа на таких же землях, как это эффективно работает техника. Существует ли разница в применении каких-то таких вот уже широко распространенных технологий в зависимости от особенностей наших природно-климатических зон? Вы об этом уже начали говорить. Это тоже вопрос мы долгое время изучали. Собственно говоря, здесь понимание тоже у нас есть совместно с Министерством сельского хозяйства. Причем надо отдать должное нашим руководителям, что они изначально поддержку наших сельхозтоваропроизводителей дифференцировали по гидротермическому коэффициенту. То есть по уровню, собственно говоря, климатического потенциала территории. Если потенциал ниже территории, то, соответственно, получишь больше поддержку государственную. Это правильно. Мы сегодня эту дифференциацию видим. Результаты наших многолетних опытов показывают, что сегодня и технологии можно дифференцировать. С точки зрения почвосбережения, ресурсосбережения, безусловно, технологии минимальной, поверхностной или нулевой, даже обработки почвы, они, конечно, имеют место быть. С точки зрения урожайности сегодня, когда мы говорим о том, что получать устойчивую урожайность, вот технология, например, ноутил, которая сегодня культивируется во всем мире, и дошла до Алтая. Она у нас, кстати говоря, уже примерно на площади, по данным Минсельхоза, порядка 700 тысяч гектар применяется эта технология. Эта технология уже освоена, но, как показывает наш опыт, с точки зрения урожайности, здесь где-то примерно граница проходит на уровне 400 миллиметров среднегодовых осадков в Алтайском крае. Это примерно вот Мамонтовская зона, где-то вот так, а все, что туда западнее находится, это те технологии, где все-таки мы можем терять урожайность и применяя эту технологию, поскольку там очень низкий уровень плодородия. Поднять его в одном моменте невозможно, растительных остатков все-таки мало, и содержание гумуса там очень низкое. И, естественно, там нужно восстанавливать это плодородие почвенное, для того, чтобы эффективно работали вот эти новые технологии. Второй момент, конечно, касается и подбора культур сегодня, потому что не все культуры одинаково реагируют на определенные технологии. Культуры со стержневой корневой системой работают на почвах, не склонных к уплотнению естественному, и являются рыхлителями хорошими в определенных зонах центральной и восточной части Алтайского края. Но если мы наблюдаем западную территорию, если мы наблюдаем засушливые годы, когда почва там становится как камень, то, естественно, в этих условиях данные технологии будут проигрывать. Мы получаем сегодня в восточной зоне Алтайского края. Там, где хозяйство уже более десятка лет работает по этой технологии, уровень урожайности уже переходит давно за 50 центеров с гектара, и, собственно говоря, это уже устойчиво производство. Если вернуться к тому, что всего начинали, там с 20-25 центеров, то сегодня это удвоился потенциал. За счет применения этой технологии сбалансировано применение элементов этих технологий, не только отказа от обработки. Там и комплексная защита, там и удобрения, там и сорта, и семена. Все вместе в рамках этой технологии отработаны, эти агроприемы. Тут, видимо, у сельхозтоваропроизводителей еще проснулся азарт в изучении, вот в таком глубоком освоении. Ну, здесь, что касается передовых хозяйств, у них этот азарт всегда был. Это люди самые продвинутые, которые фактически посещают все международные мероприятия. Они видят и знают, что такое новая техника любая, что такое новые технологии, элементы технологии. Это люди, как правило, пытливые, они все на себе проверяют, к себе примеряют, и, собственно говоря, первые идут в фарватеры этих внедрений инноваций. Таких людей, ну, да, можно назвать, наверное, обычно процентов 5, по данным мирового опыта, которые сами идут сознательно на определенные риски, в том числе осваивая новые технологии. Но зато, если получается у них, то большой резонанс начинается среди остальных сельхозтоваропроизводителей, которые эти агроприемы сразу начинают копировать, и очень неплохо получается. Владимир Иванович, а какие перспективы по урожайности вам видятся в ближайшие 5 лет? Что просматривается? Здесь, вот, когда говорят о перспективах, очень сложно спрогнозировать погодные условия. Если мы четко бы знали и понимали, какой уровень будет осадков и температур, хотя бы за вегетационный или годовой период, то можно было давать достаточно устойчивые прогнозы. То, что технологии развиваются правильно и верно, на том уровне сегодня многолетних осадков, температур, применительно к Алтайскому краю, агроклиматический потенциал к краю, я уже такие расчеты проводил еще несколько лет назад, даже опубликовал эти материалы, он находится на уровне около 30 центов с гектара. То есть при том уровне технологии мы можем сегодня получать на уровне 30 центов с гектара. Это очень серьезный показатель, но при условии, что опять же мы будем работать с семенами, со средствами, с удобрением будем увеличивать количество. То есть сегодня много влияет на это не только природные факторы, но и экономические факторы. Вот сейчас у нас сельхозпроизводители готовы закупить, и хотели бы закупить, например, те же 220 тысяч тонн удобрений. А будет ли возможность у них закупить сегодня? Дадут ли цены им сегодня взять такое количество удобрений? Если бы в такой динамике мы продолжали рост несколько лет, мы бы за 20 смело перевалили бы и уже в ближайшие прямо годы. Но если, опять же, могут произойти изменения климатические, потому что, смотрите, например, осенью прошлого года мы ждали и видели, что запасы влаги нулевые в почве, мы ушли в зиму аномально с низкими запасами, которых я за последние 20 лет не наблюдал в Алтайском крае. Но, к счастью, наши весной запасы во многом восстановились за счет зимнего, так сказать, накопления влаги осенне-зимнего. И мы уже имели средние влагозапасы в Алтайском крае на момент посева и декларировали это. Но первая половина вегетации, май, начало июня, была засушливая, и уже часть районов начинали испытывать тревогу, чтобы опять озвучивали предположения о чрезвычайных ситуациях. К сожалению или к счастью, наоборот, пошли осадки очень хорошие, обильный конец июня месяца в большинстве зон, особенно степной зоны. Причем надо сказать, что последний ряд лет акцент положительный сместился в степную зону Алтайского края. То есть за зимний-осенний-зимний период там выше произошел уровень влагонакопления, и они сегодня лучше себя чувствуют, чем даже восточные районы Алтайского края. Что удивительно. Там за вегетацию выпало всего 100-150 максимум миллиметров осадков, а у них свыше 200 многолетней нормы. И для них это были критические, будем говорить, количество влагозапаса. И даже в этих условиях многие хозяйства перевалили за 30-40 и выше центров с гектара. Это благодаря, опять же, технологиям влагосбережения, подбору вот этих всех элементов, лучшего и эффективного использования каждого миллиметра осадков. То есть это в том числе и накопление влаги, которое было у них в почве. Понятно. Владимир Иванович, благодарю вас, что вы были у нас сегодня в студии. Всего доброго. Спасибо. Как сообщает официальный сайт регионального Минсельхоза, на предприятии Барнаульское, бычки, привезенные из Дании в начале ноября, продолжают проходить карантинные мероприятия. Таковы зооветеринарные правила, которые применяются в соответствии с регламентами законодательства Российской Федерации. 12 высокоценных быков в ближайшее время должны приступить к пополнению генетического потенциала предприятия. 8 животных – представители красной датской породы. Они имеют продуктивность материнских предков от 9,5 до 14 тысяч килограммов молока с его жирностью до 5%. Порода завозится для улучшения продуктивных качеств нашего красного степного стада. Еще 4 быка – это черно-пестрые галштины. Продуктивность их материнских предков от 13,5 до 19 тысяч килограммов. При этом показатели жира выше 4%. Далее журналист медиа-центра Алтайского государственного аграрного университета Иван Лубнин расскажет о событиях, которые нашли свое отражение на страницах официального сайта этого вуза. Здравствуйте! Жизнь Алтайского государственного аграрного университета за последние две недели была очень насыщенной на события. О них подробно рассказывает официальный сайт нашего вуза. Сегодня в своем обзоре из новостей с его страниц отмечу две. Проект студентки Алтайского аграрного университета вошел в число лучших научных работ молодых ученых России. Свою научную работу магистрант первого курса биолога технологического факультета Виктория Кадырова представила на Всероссийском форуме «Наука будущего. Наука молодых». Конкуренцию Виктории составили 300 финалистов. Молодые ученые съехались в Москву со всей России. Проект студентки Аграрного университета о применении хвойной муки в лечении медоносных пчел вошел в число шести лучших работ своей номинации. Отметим, что этот конкурс считается самой крупной и авторитетной площадкой страны для демонстрации результатов научных проектов молодежи. Учебно-опытная сельскохозяйственная станция Аграрного университета начнет новый полевой сезон с использованием комплексной цифровой платформы. Партнером университета по внедрению и использованию цифровой платформы «Агросигнал» стала компания «АйТи-сервис». Специалисты компании с помощью высокоточного спутникового оборудования уже провели обмер границ и отдельных опытных делянок на землях ВУЗа. Полученные данные позволили сформировать электронную карту полей опытной станции и интегрировать ее с помощью цифровой платформы «Агросигнал». В перспективе университет планирует использовать эту платформу в учебном процессе. Специализированный учебный класс поможет студентам овладеть компетенциями в области цифровизации сельского хозяйства. Подробнее обо всех событиях читайте на сайте Алтайского государственного аграрного университета. До новых встреч! Алтайского государственного аграрного университета. Это «Хлебный край». И мы продолжаем рассказывать о жизни и заботах сельчан. По оперативным данным Минсельхоза Алтайского края сбор масличных культур в этом году составил 1,5 млн тонн. Самый большой урожай был, естественно, с подсолнечника – 850 тысяч тонн. Рапс дал – 289 тысяч, соя – почти 200 тысяч тонн, лен масличный – 211 тысяч. Какое место сегодня занимают масличные культуры в экономике хозяйства Алтайского края? Об этом в следующем сюжете. Еще около 10 лет назад никто из алтайских крестьян даже не предполагал, что в экономике их производства существенную роль может играть масличный лен. В то время особого внимания на эту культуру не обращали. В 2015 году посевные площади, под данной мелкосемянкой в Алтайском крае, составляли около 55 тысяч гектаров. В 2021-м – почти в 4 раза больше – 209 тысяч. Это высокомаржинальная культура. Раньше в Алтайском крае это так, что-то было из области фантастики, а теперь это уже, считай, повсеместно. Люди, которые стремятся крепкие хозяйства что-то заработать, понимают, что сеять нужно либо лен, либо рапс, либо еще что-то, которое дает очень хороший финансовый результат. С одной стороны, сельхозпроизводители подтверждают, что масличный лен – культура перспективная. С другой – они же уточняют – культура просто так, не дается в руки. Ей еще надо уметь заниматься. И на этом же настаивают ученые. Даже при урожае 5-6 центнеров культура рентабельная. И цена за нее в лучшие времена, когда за пшеницу давали 2000 тонн, она стоила 6000. Эта культура может расти в любых зонах. Единственное, что не приносит – солнцеватые и сильно кислые почвы. Средний урожай получает и в прошлом году у нас было 11,5 центнеров. В этом году, вот сейчас пока идет 13,5 – это приличная урожайность. Конечно, чтобы достичь 23 центнера, нужно систему удобрения улучшать, нужно систему машин менять, чтобы можно было внести немножко глубже, чем мы высеваем эту культуру. Хозяйство Кытмановское – одно из подразделений агрохолдинга «Орбита». Лен здесь возделывают почти 20 лет. Такое внимание и любовь к этой культуре оказались не случайными. В «Орбите» они 40 тысяч гектаров насеяли. У меня там два, их специалисты были, два заочника-аспиранты. Кроме того, в Кытмановском районе поля более увлажненные. Поля в этом году очень чистые, хорошие, урожайность будет высокая, я думаю, так. Хороший урожай не может не радовать, это однозначно. Здесь равнишка, как были раньше. Такого не было в колхозе. Пух, пыль. А здесь вот, вот, чистый, все нормально. По сотне гектар делаем. Такую производительность в Кытмановском создают сразу несколько факторов. В хозяйстве под лен отведено около 3000 гектаров из 20. Такие площади позволяют обеспечить правильный севооборот. При севообороте, из нашего опыта, из-за многолетней посевы, мы выделили то, что лен необходимо размещать после зернового предшественника. Желательно по зябе, то есть оседняя обработка, чтобы была. Расходы, да, большие. Только на севооборот нельзя останавливаться, лен нужно кормить правильно. Мы внедряем жидкие удобрения, вносим касс. При посеве вносим полностью твердые удобрения. Азот фосфоркалий. Делаем, закладываем опыты ежегодно. И все это дает хороший результат. Здесь также понимают, что не обойтись без импортной техники. Так современные сейлки позволяют с филигранной точностью соблюдать норму и глубину высева. Осенью уже уборочная сельхозтехника также позволяет выдерживать все технологические требования. Это вообще отлично. Если бы были на такой работали, мы бы так не состарились. Вот такая техника, молодость продлевается. У Валерия Новикова 40 лет механизаторского стажа. Повидал разные тракторы. В Кытвановском хозяйстве проводит пятую уборку. Своей косилкой доволен. Лен сначала скашивают в волки. Смена длится весь световой день, пока не почувствуется вечерняя влага на растениях. Механизаторы дорожат каждой минутой. От выработки зависит зарплата. Потому поломки стараются устранять как можно быстрее. Ростой для нас это реально катастрофа. На подборе участвуют 14 комбайнов в Джон Дир и 5 бункеров-накопителей. Вывозят урожай льна более 30 автомашин. Все просто, чтобы ветром не выдувало. Дождь есть, чем по дороге. По словам агронома, такая слаженная работа была спроектирована в хозяйстве еще зимой. Рассчитывалось все до мельчайших деталей, включая расстояние от каждого поля до элеватора. С началом уборки были внесены необходимые корректировки с учетом биологической урожайности. Неделя погоды. Без проблем убираем лен за 4 дня. Производительность в сутки 600 гектар. Масличные культуры стараемся убирать в солнечные погожие дни, чтобы сохранить качество и была легче уборка. Уборка льна в хозяйстве Кытмановское как раз выпала на такую погоду. Находимся на поле льна, сорт северный, первая репродукция. Данное поле молотим на семена, то есть это потенциал будущего года. Качество семян сухие, то есть 7% влажности. По чистоте, ну и чистые практически семена. Повод для радости, то что они сухие, в хорошую погоду убираются и наберем объем, который необходим на следующий год. Комбайнер Владимир Макаров проводит в этом хозяйстве уже седьмую уборку. Сложная местность для него не в новинку. Наработанный опыт позволяет получать хорошие результаты. Ну и рельеф, неровные поля. Ну как, рельеф сам по себе, овраги, косогоры. Все, скорость ниже. Ну не работа мечты, конечно, но работать можно. На льне, ну можно тысячу центеров где-то намолачивать примерно. Сто тонн. Современная техника, она обладает оснащением, которое позволяет нам убирать на неровных участках. Производительность у нее очень высокая, что сокращает сроки. Условия работы механизаторов, они как бы там на высшем уровне, не сравнить со старыми комбайнами. Здесь есть и навигационное оборудование, что позволяет более точно производить работы. Есть и кондиционеры, и даже музыка в современных, во всех комбайнах и тракторах, она присутствует уже как бы от производителя. Современная импортная техника дорогостоящая. Случайному человеку в хозяйстве ее не доверят. Перед каждым сезоном механизаторы проходят здесь обучение и сдают экзамены. Им присваивается квалификация. От их умения обращаться с бортовыми компьютерами зависит контроль правильной работы и сейлок, и уборочных агрегатов. А в итоге от добросовестного выполнения своих обязанностей всех участников коллектива на каждом сельскохозяйственном участке зависит общий результат. В осенью самая интересная работа, как бы люди все на позитиве, они отработали год, они хотят собрать урожай, заработать хорошие деньги. И зиму отдыхать, ремонтироваться, готовиться к следующему сезону. Масличный лен возделывают еще в одном подразделении агрохолдинга «Орбита» – в хозяйстве Вылковское Тюменцевского района. Климатические условия выращивания этой культуры здесь уже другие, более жесткие. Потому подход в ее возделывании имеет свои отличия. И, разумеется, есть отличия в урожайности. Ну, с утра мы с 11 начинаем и вечером часов 9 бросаем, потому что уже не молотится. Засекает, на консульный наматывает, тонн 35-40 намолачиваем. Ну, получается, сколько тонн я намолочу, это все будет мое, там, 50 вот, или 60, расценка будет. Умножаем на тоннаж, вся зарплата моя. И хозяйство держим, все. Без хозяйства сейчас тоже никак. И КРС, и свиньи, и куры, и утки. Ну, как обычно у всех граждан села. Большая часть механизаторов Вылковского хозяйства – жители других сел и даже районов. Во время полевого сезона живут в общежитии на технической базе хозяйства. Константин Ермаков – житель Завьяловского района. Профессии более 20 лет. В этом году устроился на работу в хозяйство «Вылковское» за 30 километров от дома. Первый раз работаю со льном. Тяжело, конечно. Настройки комбайна, и сама культура не такая уж податливая, как все остальное. Ну, в целом справляемся. Все относятся добросовестно к работе. Ну, никто как бы не филонит, можно так сказать. Ну, конечно, в первую очередь на хороший урожай, на высокие показатели. Дома ждут жена, дети. Каждый день звонят, интересуются. И на молотом, и как здоровье, и все. А, закормили, забереживают. Ну, а как? Сергей Чернышев в хозяйстве 15 лет. С тех пор, как в родном селе, не стало работы. Ну, а куда нам, Боже, на какой выбора нету какого-то уже. Мы бы такой дома были, бы, а потом все равно жизнь заставляет к этому. Ну, ничего, привыкли к этому уже. Вся трудовая жизнь Сергея Владимировича прошла в поле. За штурвалом работает с 1980 года. В новом хозяйстве сразу же пришлось осваивать современную мощную технику. Техника хорошая. С нашу технику уже не сравнишь. Советскую уже. Как и вот дни, вот это там, я так, ну, все, ну, и почищевка, и пыли нет такой, там кондиционер работает. Ну, после того, как-то у меня нормально выходило, 100 гитар у меня в день вышло. Ну, неплохо, думаю, сама. Это нормально. Влага пошла маленькая. Алена, влажная сама, уже плохо хочется. Ну, и все, в 10-10 бросаем, потому что сейчас погода такая уже, влажная маленькая. На пшенице мы, может, побольше, подольше можем работать сама. Ну, пока приедем в 10 уже, баня уже готова нам уже. Помылись, все хорошо, удовольствие. Старейшего механизатора молодое поколение между собой уважительно называет дядя. На следующий год он собирается на пенсию. Однако рассчитывает, если позволит здоровье, продолжить работу. Ветер кудрит репа, золотистый ленок, Агроном на тревогу колхозных дорог. Хороша земля, мы край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мы край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Люблю тебя всей русской душой. В завершении года 20 алтайских предприятий получили статус социально ответственного работодателя. В их число вошли две сельскохозяйственные организации, которым впервые присвоили такой статус. Это хозяйство Кытмановское Кытмановского района и СПК Агромех Егоревского района. Главными условиями для получения такого звания являются действия коллективного договора, программы развития персонала и формирования здорового образа жизни. При этом также ежемесячная заработная плата работников должна быть не ниже, чем в организациях существующего вида экономической деятельности в Алтайском крае. Нет задолженности по уплате налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. О трудовых достижениях других работников Алтайского агропрома в рубрике «Давайте поздравим». Передаю слово Александру Грину. 27 ноября поздравление с днем рождения принимала Елена Демина, оператор машинного доения агрофирмы «Нева» зонального района. Елена Яковлевна знает все особенности и тонкости своей работы, ответственно к ней относится, за что пользуется уважением в трудовом коллективе. Она входит в региональный клуб лучших животноводов. В 2020 году от каждой коровы надоело по 8525 килограммов молока. 28 ноября день рождения у Алексея Горбика, руководителя кооперативного хозяйства Алтай-Завьяловского района. Сегодня оно входит в число эффективно развивающихся сельхозпредприятий края. Алексей Николаевич стремится активно внедрять в растеневодстве современные технологии, занимается модернизацией производства, техническим перевооружением. Также Алексей Горбик ведет строительство современного животноводческого комплекса. Сегодня в нашей программе для всех, у кого на этой неделе был личный праздник, музыкальные сувениры. Отгремели уже в дневной грозы, снова осень стучится в окно. А в саду от дождя мокнут розы, ах, как это все было давно. Журавли закричали на небе, значит, скоро придет нам зима. Без любви стало вдруг холоднее, не хватает мне в жизни тебя. Разница лишь там, что мы лептицы, и лететь нам некуда с тобой. Отгорили все уже зорницы, отшумел любви у нас прибой. Календарь в нашей жизни листаю, вспоминается прошлое мне. По тебе лишь одной я страдаю, вьюга шепчет о чем-то в огне. На столе тут заплакала свечка, с янтарем покатилась слеза. Потерял, дорогой, колечко, что берег я всю жизнь для тебя. Разница лишь в том, что мы лептицы, и лететь нам некуда с тобой. Отгорили все уже зорницы, отшумел любви у нас прибой. Но пока погромеют закаты, и рассветы стучатся в мой дом. Никакой я не вижу преграды, чтобы розы свели под окном. Зарядили холодные ливни, все, что было у нас, то прошло. Но любили друг друга мы в жизни, так же это все было давно. Разница лишь в том, что мы лептицы, и лететь нам некуда с тобой. Ой, отгорили все уже зорницы, отшумел любви у нас прибой. На этом программа завершена. Увидимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова